Все мы с вами, друзья, очень любим, конечно, черную смородину. С вами Прибалтийская дача, Елена. И я сегодня вам посоветую очень хороший такой насой для того, чтобы получить крупную и очень сладкую ягоду. Да, многие, хочу вам сказать, скажут, что зависит от сорта. Да, бывает и зависит от сорта. Но если этим не делать, не подкармливать, то в конечном итоге, вам хочу сказать, ягода мельчает и делается кислой. Потому что так не бывает, что посадил шикарный сорт, все, и можно о ней забыть. Вот мы с вами, видите, у нас цветет вовсю смородина. И хочу вам сказать, что, ну да, рано нас нынче так начало цвести. Но, тем не менее, мы ее ранней весной подкормили. Она уже начала, посмотрите, какой прирост давать шикарный. Вот, и теперь осталось только направить ее для того, чтобы получить крупную сладкую ягоду. Это сделать очень просто. Потому что без этой подкормки, поверьте мне, ягоды у вас такой крупной и сладкой не будет. Так что же я делаю? Я беру, друзья, 10 литров воды. Обыкновенной. Ну, лучше, конечно, как вы знаете, если вы на даче, можно из колодца. Лучше, конечно, отстоянной. Там, может, у кого есть, конечно, кран, но лучше, говорю, без всякой хлорной добавки. Хорошую, отстоянную воду. И добавляю туда на 10 литров воды 2 стакана золы. Потому что в золе есть и фосфор, и калий, и кальций. Да, все зависит, конечно, еще от древесины, что мы сжгли и какая зола у нас получилась. Но, тем не менее, может где-то больше, где-то меньше. Но, в принципе, плюс всевозможные микроэлементы и серые бур. Что только там нет. Вот, видите, я уже сделала. И беру вот обыкновенный крахмал картофельный. Здесь у меня 200 грамм. То есть на 10 литров воды я беру картофельный крахмал. Его можно брать до 300 грамм на ведро воды. И 2 стакана золы. Все хорошо перемешиваю. Крахмал, конечно, его надо чуть подольше помешать. И дать настояться хотя бы час-два. Перед тем, как поливать кусты, на каждый куст я беру полтора-два литра вот этого настоя. Естественно, что только по влажной земле, друзья. Иначе не будут усваиваться у вас вот эти все микроэлементы в таком объеме, в каком они должны быть. То есть только по влажной земле. Только картофельный. Никакого другого. Потому что есть кукурузный. Нет. Только картофельный крахмал. Картофельный крахмал даст вам тот сахар, который не хватает в смородине. А зола дополнит вот эти микроэлементы для того, чтобы ягода еще укропнилась у вас. И поливаем 2, как я сказала, полтора-два литра на один куст. И вы получите, не поверите, сладкую и очень крупную ягоду. Можно, конечно, говорю, крахмал-то ты вносить и поздней осенью, но иногда не получается. Забегались, замешкались и просто забыли. А сейчас, вот когда она цветет, смородина, ей вот самое-самое время дать такую замечательную золотую подкормку. Так что приступаем. Субтитры создавал DimaTorzok